Уже первая клякса есть. Клякс. Вот так вот пёрышки. Урок каллиграфии давался детям непросто. Кляксы и помарки были у многих, но это не лишало их интереса писать перьевой ручкой. Наоборот, ребят это забавляло. Мы решили немножко напомнить детям, что нужно красиво писать и показать им, как писали раньше. Однако есть дети, для которых писать тонким пёрышком в тетрадь не впервой. Максим Аноприч держит пирог гораздо увереннее, чем другие ребята. Секрет один – долгие и усердные тренировки. Я понял, что если писать туфью, перьями, чернилами, перьями, то потом ручка становится сложнее писать. Ручка-то спокойная идёт, она резкая, а тут надо аккуратненько. Максим справился с заданием быстрее всех. Его ровесники старались не меньше, но в таком кропотливом деле всё решает умение и выдержка. Я написал все прописи. А котика? Котика тоже не рисовал. Каллиграфия – это не только крючочки и петельки. Грамотно выведенные прописи воспитывают в человеке аккуратность. К тому же красивый почерк имеет полезные свойства для организма. Ну, я считаю, что это не только полезно детям, но и взрослым. Потому что мы все знаем, что мелкая моторика, она формирует и развивает мозговые клетки. Ну, и писать красиво сейчас в школе, этому совершенно не уделяется время. И я думаю, что писать красиво никому никогда не помешает. Наталья Елфимова, директор Музея газовой науки, не только провела урок каллиграфии, но и рассказала ребятам о природном ресурсе. После чего дети посмотрели обучающий мультфильм. В нём говорилось о том, откуда берётся и как используется газ в быту. Версий о том, что такое газ, у детей было много. Звучали даже правильные варианты. Однако, как газ используется, ребята узнали только после просмотра мультфильма. Потому что на обычном уровне объяснить детям, всё-таки у нас в стране самые большие запасы газа в мире, и мы очень гордимся своим газом в нашей стране. И я думаю, что детям, конечно, нужно знать, что такое газ, откуда он, как он добывается и сколько труда вкладывается в его добычу и транспортировку. Совместное мероприятие Развилковской библиотеки и музея газа подарило детям сразу несколько позитивных впечатлений. Они получили памятные подарки, попробовали свои силы в каллиграфии, а также узнали о природном газе. Возможно, что-то из этого в дальнейшем ребятам может пригодиться. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.